всем привет меня зовут андрей павлов сегодня мы поговорим о такой замечательной программе крайна райна это 3d редактор который самая мощная его часть и особенность это работа очень крутая работа с нурпс геометрией что такое нурпс можете загуглить это такой тип математических кривых и поверхностей которые используются в инженерных моделях в архитектуре в дизайне и так далее вот вот вы открыли райна что мы видим здесь сверху у нас есть стандартное меню через них реализуют можно добраться до любых функций райна но мы поговорим о них по ходу изучения пока мы посмотрим от меню файл примеру то есть здесь стандартные функции там как новый проект сохранить сохранить как импорт экспорт и так далее то есть стандартный набор и плюс есть быстрый доступ к предыдущим файлам дальше у нас идет командная строка это вот такое поле в который мы можем писать любые команды к примеру там команду points и создать точку скажем то есть в это это через эту строку можно реализовать любые функции настройки модификации то есть это основной рабочий фрагмент естественно мы не будем обычно писать эти команды вручную вот мы их будем вызывать используя кнопки но все равно все любые наши действия будут отображаться в этой командной строке мы в любой момент можем понять что происходит данный момент вот дальше у нас идет серия вот таких полочек у кав каждый из полочек есть набор своих иконок но они разделены по каким-то типам то есть это стандарт из базовых базовые иконки сохранения открытия файлов печати control z отмены до предыдущего действия работа с вьюпортом отображение вьюпортов скрывание объектов слои настройки и так далее то есть это самая базовая основные набор функции мы по ним пройдемся чуть позже вот есть какие-то более специализированные к примеру там настройки отображения или настройки выделения то есть здесь инструменты для выделения разнообразны и здесь вот слева у нас есть дополнительно еще менюшка она одна из основных которые у нас расположены но наверное самые основные элементы для моделирования причем наверное да ну принципе здесь это вот основная база которая нужна нам дальше из то что касается интерфейса но у нас по умолчанию есть три окна проекции 3 4 окна проекции top front right и перспектива справа у нас я честно говоря не помню как по умолчанию он помог где-то вот так же будет выглядеть будут отображаться несколько несколько видов окон это дополнительные настройки к примеру сцены слои дисплей help тоже по умолчанию отображается вот help очень полезная штука чуть-чуть позже не расскажу и снизу у нас есть переключатели по по видам нашим нашим то есть это такой аналог автокадовских вкладочек то есть у нас есть вот название проекции написано вот здесь и здесь же не продублировано это просто для того чтобы можно было переходить на разные виды используя не метод двойного клика то есть вот пример если мы хотим окно развернуть на весь экран мы два раза кликаем по названию проекции и вот у нас окно вращаем мы viewport правой кнопкой зажав правую кнопку мыши все мы два раза еще раз нажмем мы вернемся в вид этих четырех окон и то же самое примеру вид топ и для того чтобы не это много времени занимает вот такое переключение есть вот вариант если мы просто разворачиваем одну и один из видов и здесь мы можем просто нажимать по по этим вкладочками переключаться между видами это удобнее гораздо вот снизу у нас идет настройки привязок если у вас их по умолчанию нет вот здесь вот есть такая кнопочка которая при нажатии на который вас появится вот эта панель к которой настраивается привязки этом привязки к точкам концам отрезка в центру и так далее здесь много всевозможных и снизу здесь у нас есть дополнительные настройки которые показывают примеру когда я ввожу вы мышкой координаты на плоскости вот на рабочий здесь у нас есть переключается единицы глобальные и не только здесь указывается нас единицы измерения здесь текущий слой дублируется вот у нас есть здесь раздел вкладка слои и здесь вот он дублируется и дополнительные настройки по привязке это грит снэп это привязка к сетке орта это то есть у нас мы будем построение наше будет вестись по параллельно осям координатным x и y и у снэп вот собственно включает эту функцию и единственное что мы еще раз разберем этот это вот этот гимбл это функция которая чуть позже покажу который позволяет нам удобнее перемещать объекты и раздел раздел файл в котором у нас находится фильтр по всем объектам здесь мы можем когда у нас много объектов разнообразных в сцене мы пример хотим работать только с точками здесь мы можем просто взять и поставить галку только напротив points тогда у нас выделение будет работать только для этого типа объекта и вот эта галка выключает этот фильтр когда мы не хотим это все справа на настройки них тоже в процессе поговорим хотя здесь особенно не о чем дальше у нас идет слои в котором вот у нас по умолчанию дефолтный слой и несколько вот по умолчанию создаются слоев активный слой напротив него стоит галка вот если мы нажмем в другом месте у нас станет другой слой активным но здесь базовые настройки новый слой кнопка new sub слой это под слой то есть бы здесь в рай на можно создавать такое дерево зависимости то есть можем вложенные слои друг друга делать и крестик для то чтобы удалить ненужный слой но тут есть всякие фильтры это уже не так важно дисплей это настройки отображения и help это ну собственно help по всей программе он очень удобный для ночи для всех кто начинает изучать очень рекомендую потому что он скажем вот мы нажимаем на какую-нибудь функцию и он нам сразу выдает help который подробно показывает что эта кнопка и функция делает и часто еще даже делает создает нам видео к примеру например можно откуда это функции сделать и вот мы увидим видео которое показывает нам что нужно сделать чтобы эта функция сработала и здесь попали по этапно указано что нам нужно сделать так если у вас вдруг какой-то из этих кладок нет вот если мы нажмем правой кнопкой по вот этому пустому полю здесь на самом деле может быть еще много очень всяких вкладок дополнительных и не исключено я не помню просто что по умолчанию при запуске чистого района такой ли набор но в общем здесь вот можете найти вот если у вас дисплея нету к примеру то вы поставите здесь галочку и все сработает но еще и по поводу интерфейса важно сказать что сейчас у нас все эти окна они вот так легко перемещаются то есть любой из них вот за такие где специальные места есть двойные линии и можно там примеру то обычно слои вот так делают группируют друг под друга потому что они слои нужны всегда и но еще я пример лично я люблю командную строку вытаскивать сбоку вот так потому что она очень много места занимает на мониторе поэтому вот в таком формате мне удобнее и и и и и после того как вот мы все те перемещение закончили мы можем нажать правой кнопкой вот на пустом месте панели и зафиксировать наши окна и тогда вот пропадут эти двойные линии и тогда мы не случайно не переместим наши окна это удобно вот ну и поговорим собственно о навигации и работе в рай на но навигация в окнах как я уже сказал то есть мы можем переключаться двойным кликом по названию окон проекции или по вот этим вкладкам вращать вьюпорт у нас мы вращаем его зажав правую кнопку мыши колесо приближать и отдалять собственно говоря для то чтобы вот появилась такая ручка и мы перемещались влево вправо вниз вверх это на shift в окнах проекции в top front у нас правая кнопка это уже не вращение просто перемещение по проекции вот так вот из дальше что важно сказать из особенностей рай на которые такие необычные по сравнению с другими программами которые могли сталкиваться здесь вот если мы к примеру наведем на какую-нибудь функцию мы увидим такую подсказку что нажав на эту кнопку левой кнопкой мыши вы пантрол построить и контрол пейд кёрф а нажать правую получим другой вариант строения и там может еще сейчас мы что-нибудь или примеры вот поле line line сегмент то есть как это работает в рай на вообще нет как такового понятия правой кнопки про меню по правой кнопке потому что у нас по умолчанию это вращение один клик это повтор предыдущей команды то есть вот если я создавал точку завершил ее создание если я не двигая один быстро клацну правой кнопкой мыши то мы у нас опять появятся построение точки и вот обращаем внимание что у нас здесь вот в нашем командной строке все это дублируется пример когда нажимаю кнопку создать точку вот он нам пока и описывать что нам нужно сделать то есть нажмите и создайте точку все как только выполнение команды закончена он вот в командной строке пишется что нас программа ждет следующую команду пример вот если мы на точке на иконке с точкой нажмем правой кнопкой мыши то мы можем создать несколько точек вот это режим созданием большого колеса объекта вот мы закончили нажали enter и вот мы создали несколько точек вместо того чтобы клацать вот так вот одной и той же кнопки вот то есть смысл в том что очень многие из функций в райна у них есть как бы два подраздела к примеру вот если мы наведем на иконку откатить назад control z то здесь левой кнопкой нажимать нажмем это будет отмена назад а правой кнопкой наоборот мы будем вперед по истории иерархии операций двигаться то есть это очень обращайте внимание потому что здесь очень много таких функций зашита плюс еще по интерфейсу да я думаю же заметили что у нас есть возле многих из кнопочек есть такие треугольничек вот если мы на нее нажмем у нас появятся дополнительные функции то есть глобально вот эта точка это как бы к тип объектов а здесь у нас в разворачиваемся списком дополнительные какие-то возможности вот здесь примеру так тоже та же функция мультипоинт вот вынесена отдельно уже и там просто обычное создание на кривых создания и так далее но здесь много различных и там примеру вот кривые тоже нажимаем и на здесь несколько есть типов кривых примера вот такая которая создает по вот таким вот точкам которые описывают нашу по кривую так я удалю эти точки вот и есть примеру такой тип куточки которые строятся через кривые кривая строится через конкретные точки вот мы можем видеть что у нас разный эффект получается да еще раз показываю вот она мы строим такие точки и кривая плавно описывает как а есть к вот такой режим когда у нас кривая при обязательно проходит через точки которыми поставили ну и так далее есть там рисовать примеру кривые на поверхности и так далее много всяких вариантов вот соответственно функций функций этих очень много вот если мы нажимаем на этот треугольничек и потом кликаем в пустом месте то у нас эта панелька пропадает если мы на нее нажмем и вот за этот верхнюю полоску потянем то у нас эта панель закрепится и даже если мы вот будем продолжать дальше что-то делать то она будет оставаться у нас открыто это удобно то есть когда мы там работаем с кем-нибудь типом геометрии мы можем вытаскивать несколько этих панелек временно и чтобы быстро добираться до каждой из функций а потом просто крестиками по закрываем их соответственно но так получается очень быстро и легко примеру дальше еще немножечко по поводу командной строки вот примером и нажали создание точки и он описывает то есть начинать вере создание точки создание кривой мы начинаем создание кривой с первой точки на здесь вот у нас есть вот этот параметр это степень сглаживания этой кривой но это об этом пока нет смысла особо заговорить и дальше вот у нас подписано то есть в скобках у нас по сути прописана команда и скобках у нас указаны дополнительные настройки вот и вот примеру сейчас у нас стоит что кривая будет не замкнута вот если мы сами вручную не замкнем и вот мы создаем да нашу кривую то есть каждым кликом у нас появляется еще дополнительные функции да к примеру вот если мы построили ты . мы хотим нас на не устраивает мы зажимаем анда и он метод откатываемся на одну на один на одну точку назад если мы примерно зимклаус то мы замкнем нашу кривую то есть мы таким образом вот этих менюшках мы можем выбирать дополнительно какие-то вещи дополнительные настройки для того чтобы их выбрать мы можем или писать команду или просто но писать команды это очень неудобно мы можем просто взять и нажать на нужный пункт нашего меню к примеру к примеру вот у нас есть окружность да мы когда я нажимаю создавать у нас здесь большое количество настроек к примеру там три по двум точкам по трем точкам и так далее здесь вот можно help нажимать открывать и смотреть что что будет происходить какие режимы можем создавать вот у нас описание во первых здесь у нас есть видео но очень очень сложный механизм создания то есть мы ставим центральную точку и создаем прописываем радиус или диаметр и вот и кликаем и вот мы создали нашу окружность но примеру если мы хотим ее создать каким-то конкретным радиусом мы ставим первую точку и вот дальше у нас он пишет что сейчас мы будем писать диаметр и это пока он показывает значение предыдущие предыдущие окружности построения мы к примеру берем и пишем 51 нажимаем enter вот он здесь появляется нажимаем enter и вот у нас это к окружность получилось диаметром 51 миллиметр вот померить проще всего можно просто обычной линией и посмотреть вот сюда вот в это место на которое показывает длину нашей кривой а если к примеру мы хотим строить не день вводить не диаметра радиус ну понятно что мы можем разделить просто ну если нам это не очень удобно вот здесь есть второй вариант когда мы вводим радиус если мы на нее нажмем то уже нам показывает программа что в командной строке что нам указать нужно не диаметр а радиус то есть и радиус у нас скажем 25 и вот мы видим что здесь мы указали диаметр 50 диаметр 52 здесь у нас радиус 25 то есть диаметр будет 50 соответствует то есть таким образом очень удобно можем подстраивать разные разные варианты вот примеру ориентация мы можем выбрать относительно какой плоскости не в не плоскости относительно какой точкам будет проворачиваться пример можем перевязать сказать что мы хотим сделать другие с другой способ построения но на самом деле я большим количеством этих способов построения сам никогда не пользовался потому что но это общем такая индивидуальная история в зависимости от того что вам нужно создавать и здесь вот поэтому хелпе вот можете легко посмотреть во первых видео быстро создания здесь у нас показывается папа прописывается последовательность который мы что-то делаем то есть первым указываем то точку относительно для построения вторая мы указываем наш ну и рисуем нашу окружность здесь это описаны эти типы точек построения как могут как могут криво эти строится а здесь прописаны разные варианты вот по двум точкам то есть можно сделать чтобы мы не не ставили радиус а на самом деле вот эти функции они еще как бы выведены дополнительно вот сюда то есть чтобы быстрее до них добираться чтобы не прописать никого проект создавать это по менюшкам не бегать мы можем просто взять вот создать окружность по двум точкам то есть у нас по сути это будет диаметр или создать окружность по трем точкам примеру вот так ну и так далее здесь я думаю все по иконка можно понять как то все работает вот дальше вот у нас все мы смотрим все 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 варианты построения да вот а вот он показывает нам примеру на кривой можем построить наши окружности еще по группе точек фитпоинт да это такой тип в общем просто я рекомендую пройтись просмотреть эти функции посад подкройте себя help постоянно пусть открыт то есть он автоматически укрывается нужного раздела как только вы выбираете инструмент нужный вот много многогранник то есть опять таки вот он нам показывает как он создает создается он и вот много грани как примеру номер со номер сайт стоит скажем да можем поставить 3 пример это будет треугольник то есть это количество грани или два пятьдесят восемь это у нас будет практически окружность но на самом деле она будет ломаная все равно ну пусть будет 15 и так и вот таким образом мы взаимодействуем по сути рай на чем по чем хорош он очень просто изучение потому что здесь очень далеко линейный процесс то есть мы просто создаем команда за командой и модифицируем все наши эти кривые преобразуем их трехмерные объекты и так далее вот примеру скажем мы хотим вот мы нарисовали окружность такую вернее даже нужно что-нибудь более сложное сделать сейчас я поудалю старые эти объекты ну какой-нибудь вот такую кривую нарисую и вот мы хотели бы ее как-то выдавить и вот у нас есть раздел такой такой это основной раздел для работы с трехмерными поверхностями здесь примерно что можем сделать но здесь есть просто возможность создать поверхность по трем или четырем точкам вот и у нас сейчас кстати вот я создал вроде бы поверхность она явно видно что более толстая линия но мы не видим ее и вот мы как раз поговорим о способах отображения вот если мы нажмем не на сам название вида а на стрелочку вот здесь вот разные варианты отображения вот вот первый вариант это каркасный то есть мы не будем видеть объект а вот если шейд выбрать то мы увидим что мы построили поверхность которая вот кстати можем посмотреть видео то есть тоже . который у нас есть она при выделении то есть такие дополнительные линии они называются из-за керф здесь можно даже включить постоянно отображающие это вот настройка дисплея здесь вот можете поменять разные настройки сейчас мы что-нибудь 3d сделаем и посмотрим эти настройки что можно с ним делать итак вот у нас вот мы построили поверхность но у нас кривая мы естественно не можем поток по точкам и обводить здесь есть такая специальная функция поверхность по плоской кривой то есть мы выделяем кривую мы еще раз обращаем внимание мы нажимаем на кнопочку смотрим он нам пишет что вы не выделите кривую для плоскую чем планаркер мы и выделяем нажимаем enter то есть мы закончили это выделение это нам нужно потому что для то чтобы мы можем несколько замкнутых кривых выделить и чтобы мы обозначили программе что мы закончили выделение нажимаем enter и в этом сразу нам применил ее причем обратите внимание что если я смещу ее то мы видим что первоначальная кривая который мы построили куда не делась то есть на основе нее создана поверхность вот это но сама кривая не удаляется по умолчанию там по есть режим который можно сделать чтобы она удалялась но по умолчанию это не происходит но это плоская не так интересно пример если мы хотим это сделать объемные выдавить здесь вот у нас есть экструд несколько видов есть вот обычный который вот мы нажимаем на экструд выдавливание он опять-таки горит выделите кривую или несколько кривых выделили нажали enter и вот у нас мы можем брать и вручную просто поднимать и перемещать это значение мы можем просто переместить на нужное расстояние нажать левой кнопкой мыши и закончить наше выдавливание или же мы можем можем просто указать направление куда выдавливать вниз или вверх а потом просто взять и указать числом вот я на клавиатуре набираю 50 и нажимаем enter и тогда у нас выдавливание будет происходить именно на конкретное расстояние но сейчас мы видим что у нас выдавился объект но он сверху и снизу не закрыт конечно мы можем в принципе взять вот этой вот функции поверхность по кривым выделить наши низ и верх и нажать enter и закрыть но это не очень удобно поэтому у нас есть в экструде дополнительная настройка вот нажимаем еще раз экструд выделяем линию нажимаем enter и вот здесь вот есть такое настройка называется solid и она стоит ноу если мы на нее нажмем она будет выписаться solid yes и тогда мы при создании создадим сразу же объемное тело с закрытой верхушкой и низом опять таки вот у нас есть хелп который все нам показывает и описывает все базовые возможности но единственное что он здесь мне кажется несколько типов сразу нам показать то есть хелп у райана очень крутой поэтому если вы стоит и стоит у вас должна стоять галка авто апдейт она по умолчанию стоит чтобы он автоматически включал хелп выделенной функции к примеру что тут еще у нас да из трехмерных объектов есть ну есть к примеру возможности вот лофт это построить по нескольким кривым к примеру一下 строим построить поверхность по нескольким кривым построим вначале кривые 1 чтобы повторить ее напоминая правая кнопка 1 клика команду чтобы не нажимать каждый раз вот сюда накрываем можем повторить предыдущую команду еще предыдущие команды вот есть правой кнопкой если нажать командной строке вот здесь вот тоже нам указываются последние команды которые есть можно выбрать и вот у нас эти кривые есть мы хотим их соединить поверхностью и вот для этого у нас есть лофт нажимаем лофт и кликаем наши поверхности по порядку и у нас когда мы нажимаем enter или левой кнопкой мышь вере правой кнопкой мыши у нас появляется такого менюшечка с дополнительными настройками пока ничего не будем трогать нажимаем ok и вот у нас поверхность построилась но она пока на плоскости но все равно она это не то же самое что вот этот элемент сейчас нам просто нужно нарисовать кривые в трех плоско чтобы они были не лежали на плоскости как это сделать в этом и красоте на рис мы когда рисуем в окне перспективы у нас все по умолчанию создается на плоскости то есть мы поэтому нам нужно взять и отредактировать эти линии но непонятно как отредактировать конечно мы можем просто вот взять и поднятия кстати вот вот этот способ управления он такой интересный гибридный в рай на это он включается вот этой галочкой гамбл вот если у вас не она не включена не галочка вот эта кнопочка из ана с не включена то у вас ничего не будет происходить то есть у вас вовсе то выделять объект будет на этих это управляющего этого элемента не будет появляться он включен то все в порядке Так вот, это такая вот штука универсальная, то есть он умеет масштабировать, масштабировать можем за квадратики вот эти, да, вот по одной оси, по другой оси, к примеру, потом мы можем вращать, вот выделив вот эти вот дуги, и мы можем перемещать, причем не только по одной оси, но еще и по двум нажав на вот этот вот квадратик. То есть это очень удобная штука такая, еще у нее здесь вот такая есть менюха настроек, но это, в которой можно выбрать глобальные или относительные координаты и много всего разного. То есть очень классная штука, очень быстро с ней работать. Раньше, в предыдущем, к примеру, в рай на 4 не было такой функции, и мы перемещали, могли перемещать объекты только функцией move, вот как в автокаде, если у вас был опыт использования. То есть когда, вот, например, объект у вас, и нам его нужно переместить, мы нажимаем функцию move, выделяем объект, нажимаем enter, выделяем точку, относительно, которую нужно перемещать, потом перемещаем, нажимаем enter. Ну, то есть этот точный способ, он используется, но просто во многих вещах нам это не нужно, такой вариант, поэтому вот этот вот способ куда удобнее. Итак, ну, вот мы можем просто поднять, да, нашу кривую и взять ту же самую функцию loft, нажать на нее, выделяем кривые, нажимаем enter, и вот мы уже видим, что у нас, у нас уже получается поверхность. Причем здесь вот есть галочка замкнутая поверхность, но вот когда мы ее ставим, вроде ничего не происходит, потому что здесь нужно нажать кнопку preview, то есть все вот эти функции, мы их включаем, и нужно нам обновить, нажать preview, и вот тогда у нас замыкается, к примеру, поверхность. И вот здесь вот разные есть типы построения, то есть мы, к примеру, выбираем его, просто пройдитесь про ним, посмотрите, выбрали и нажали preview, и вот видим, тут разные алгоритмы построения. Вот этот, к примеру, loose, он очень будет такой плавный, потому что он не стремится пройти через конкретные кривые, а он просто стремится максимально такую плавную форму сделать. Вот это по умолчанию, который стоит способ, здесь, к примеру, вот такой еще есть, который соединяет, но не сглаживает вообще поверхность. Вот, ну, есть какой-то еще вот такой, вот такой, ну, то есть, в общем, просто поизменяйте, порассматривайте, это такая познавательная история. Можно в хелпе, кстати, почитать, что, для чего нужно. Ну, ладно. И вот мы уже построили такую трехмерную поверхность. Все уже интереснее. Еще маленький момент, важный. Вот если мы возьмем функцию loft, нажмем на вот эту линию, вот в этом месте, вот тут и вот тут, нажмем Enter, то у нас вот какая-то билиберда получается. Потому что дело в том, что Райна понимает место, в котором вы выделяете кривую, то есть не только сам факт выделения, но и какое место. И вот за счет того, что я сделал, выделил вот эту кривую здесь, а вот эту здесь, то он их воспринял как развернутые в разные стороны. То есть я такиваю в эту сторону, начало это конец, а здесь вот тут начало, вот тут конец, а здесь наоборот. Из-за этого такая перекрученная штука появляется. Ну, в принципе, поэтому нужно выделять, если с любой из сторон, но последовательно, и выделять именно вот в местах, которые вы бы хотели, чтобы правильно соединились. Тогда все будет хорошо. Но даже, к примеру, если вы сделали это неправильно, вот так, как я сейчас, то вот есть здесь такая кнопочка, если на которую нажать, и вы можете исправить эту последовательность. Это исправляется вы просто кликом на одну из точек, вот так. То есть у нас это две крайние точки, линии, и он их просто меняет министами, и вот мы получаем правильные результаты. Нажимаем Enter, и у нас опять появляется наша эта панелька, можем опять что-то понастраивать и нажать ОК. Ну, вот такая вот базовая функция Loft. Здесь очень много всяких функций, просто, ну, банальных клацать, типа ним смотрите Help, все обычно очень просто. Есть, к примеру, патч, вот такая классная штука, которая позволяет закрыть дырки не в плоских объектах. То есть вот эта у нас функция, она сработает только на плоской геометрии. Вот если мы, к примеру, возьмем... Так, я, кстати, не показал эту функцию, сразу сейчас покажу. Вот если мы, кстати, нарисовали сплайнины, да, и мы хотим ее отредактировать, у нас вот есть два режима редактирования, показать точки, которые по строению были, вот эти вот при создании точки, да, которые мы ставили, вот эти вот. И чтобы мы их могли посмотреть и отредактировать. Вот мы выделяем кривую и нажимаем показать по точке. Вот они у нас отображаются. И мы можем выделить их и там поднять как-то, отредактировать, вот так вот. И нажав Escape, эти точки исчезнуты. И еще есть вариант вот такие точки вызвать. То есть точки на поверхности. Или на кривой. И, к примеру, вот у нас такая кривая, вот эта функция уже с ней не сработает. Вот мы можем нажать. И вот он с нами пишет сверху в командной строке, что кривая должна быть на плоскости лежать. Иначе он, эта функция не сработает. А вот эта функция может сработать, если мы нажмем, выделим кривую. Не будем настройки трогать. Окей. Вот. И эта поверхность построилась через вот такую вот кривую, которая не лежит на плоскости. У этой функции там есть момент того, что у нее может быть погрешности в стыках. Но, в принципе, если вам нужно закапить, закрыть такую сложную дырку, то вот у вас это получится сделать с помощью вот такой функции патч. Так. Дальше. Ну, поговорим чуть-чуть еще про модификации. И, ну, да, какие-то дополнительные функции. Вот с этим разделом мы закончили. К примеру, вот этот раздел. Я думаю... Ну, да, кстати, можно посмотреть. Но здесь, опять-таки, тоже много функций разных. Ну, самые какие-то интересные, это, наверное, скругление углов. Как это работает? Вот нажимаем. Причем здесь есть два типа скругления. Я покажу чуть дальше еще один вариант, который мне даже больше нравится, на самом деле. Вот, Fillet Surface. То есть кликаем по нему. Вот у нас здесь радиус сразу прописан. Это, кстати, не очень удобная история, что нам нужно в этой функции сразу прописать радиус. А я вот даже не особо представляю, какой он должен быть. И поэтому... И вот в получении стоит единица, и он сразу нам предлагает выбрать поверхность. То есть мы нажимаем первую поверхность. И вторую. Причем, кстати, вот еще интересный момент такой. В Ryan, вот если я кликаю выделение вот на трехмерном объекте, то у нас появляется такой список. Это когда у нас несколько объектов нас лаваются друг на друга, Ирина не понимает, какой из объектов мы хотим выделить. Он нам вот таким списком выдает все варианты. И вот мы наводим на нужный, он подсвечивается, и который нам нужен, и кликаем по нему. Это значит, что именно его мы хотим выделить. И вот мы видим, что у нас построилась такая вот фасочка скругленная. Но опять-таки, то есть, на мой взгляд, честно говоря, не самая лучшая реализация последовательности. Мы нажимаем на эту функцию, и мы должны сразу радиус указать, и потом выделять наши две грани, между которыми нужно скругление сделать. То есть для того, чтобы радиус указать, мы на него нажимаем, мы можем вписать просто, так, например, 15, и нажать Enter, и затем скруглить. Вот, получится скругление. Или же мы можем это... Я вот Ctrl-Z нажимаю. Или же мы можем сделать вот по-другому. Мы нажимаем это скругление, нажимаем радиус, и вместо того, чтобы писать здесь название, здесь число, часто мы не можем там точно знать, сколько нам приблизительно понимаем, хотим на глаз какое-то скругление, какое нам визуально кажется приятно. Вот для того, чтобы не писать просто числами, мы можем просто в viewport взять и нарисовать линию. По сути, длина этой линии будет записана в это скругление. Вот любое направление, не важно, главное ее расстояние, и то, что мы можем просто рядом с формой визуально так вот сделать. Ну, там вот какой-то вот такой рай. И вот он записался в 8.02, и мы выделяем наши поверхности, и вот у нас строится, строится наше скругление. Дальше здесь есть такая же история, только chaffer, то есть не скругление, а фаска. Здесь, к примеру, есть функция offset, из таких часто используемых. Здесь, на самом деле, очень хорошая функция по сшиванию поверхности, но это не для этого урока. Это более такой сложный моделинг, поэтому мы offset посмотрим, и все, я думаю. Вот нажимаем offset, то есть это сделать толщинку. Выделили поверхность, нажали enter. Дальше у нас... Да, кстати, help. Показывает, как это работает. И дальше у нас стрелочками показывается, куда нам выдавится поверхность. Вот если нас устраивает все, то есть мы хотим правильную сторону выдавливания, то мы ничего не делаем. Если нас не устраивает, мы кликаем по поверхности в любом месте, и стрелочки переворачиваются, значит выдавливание будет внутрь. Если еще раз нажать, то обратно изменится. Соответственно, вот дальше дистанция. Это расстояние, которое будет offset выдавливаться. Мы на нее нажимаем и нарисуем. Я визуально... Мне кажется, где-то вот такое расстояние нам нужно. И нажмем enter. И вот у нас появилась такая поверхность. Она тут с искажениями, потому что форма кривая, но все равно все работает. Еще... И, кстати, при вот этой, применении этой функции по умолчанию, он соединяет нашу внутреннюю поверхность, и у нас ничего больше не остается. Мы отменим. Еще такой момент, что можно сделать offset. Здесь вот есть раздел. Solid. Точно так же, как и в предыдущей функции с экструдом. Вот solid по умолчанию yes стоит, то есть значит он закрытый. Если поставить no и нажать... Ну и поставим дистанцию побольше. Нажать enter. То мы видим, что у нас создалась просто еще одна поверхность, с отступом от нашей первоначальной. Но вот эти торцы, они не закрыты. То есть это просто отдельная поверхность. Но таким образом, это как два варианта построения. Хорошо. Дальше что у нас здесь? Ну вот здесь у нас есть примитивы. Это самое, наверное, простое. То есть мы можем там бокс поставить, построить. Вытащим эту панельку. Сферу. Причем там сфера строится. Опять-таки тоже есть много разных вариантов. Конус. Ну, я думаю, здесь так все понятно. Очень простые фигуры. И help покрывает ее полностью. Ну, можно посмотреть вот эти два интересных. Это сделать трубки на основе сплайнов. То есть мы выделяем эту функцию. Выделить кривую. И вот она при выделении нам предлагает создать начальный радиус и конечный. И можем, чем удобна эта функция, это что можно делать переменный радиус. И нажимаем Enter. И вот у нас с разными радиусом. Ну, здесь вот такой залом, потому что кривая очень гнутая. Но все равно все работает. Еще здесь в этой функции, помимо начала и конца, можно создавать вот... После того, как мы создали начало и конец, мы можем нажать... Не нажимать Enter, а взять еще и построить несколько промежуточных радиусов. Кстати, вот если у вас привязки срабатывают куда-то или не мешают, вам можно нажать галку Disable и отключить все привязки. И вот мы можем там как угодно, какое угодно количество радиусов задать. И нажать Enter. И вот у нас построилась вот такая вот поверхность. Такая сложная сочиненная труба. И вот это такая же функция, только она создает... Сейчас покажу. Она создает такие вот сферические завершения. Окей. Хорошо. Дальше, дальше, дальше. Дальше мы поговорим... Ну, дальше мы говорим про булевские операции. Здесь есть классные как раз чамферы и фасочки, которые мне гораздо больше нравятся. Ну, что такое булевские операции? Да, это какие-то комбинации с объектов друг между собой. К примеру, вот мы взяли один объект и второй объект. Мы вот так их соединили. Но сейчас, естественно, это просто два объекта, которые как-то друг с другом пересекаются. Предположим, мы хотим их... Там как-то вот так. Мы хотим их объединить. И вот для этого есть булевские операции. Здесь вот есть четыре режима базовых. Первый этап, просто объединить все объекты. Нажимаем на эту функцию и выделяем наш... Нам нужны объекты, которые нужны объединить. Выделили все, нажали Enter. Вот увидим, что нас линии простроились. Если мы включим каркасный режим, мы увидим, что наш этот тюб подрезался. И это теперь единый объект. Можем к нему добавить сферу. Вообще булевские операции в Райна очень круто работают. Поэтому это такие очень-очень базовые и очень при этом супер мощный инструмент. К примеру, еще вот мы можем так объединить. Не проблема. Мы можем объединять сразу много объектов. То есть много сфер, к примеру. Вот. Булевская операция. Выделяем все. Нажали Enter. И вот мы получили общий объект. Теперь, к примеру, если мы хотим, мы можем взять и вырезать. То есть, к примеру, мы можем взять бокс. Масштабировать чуть-чуть. И мы хотим в этом боксе прорезать дырки вот этим вот составным объектом. И для этого вот есть функция. Выделяем первый объект. Нажимаем Enter. И выделяем второй объект. Нажимаем Enter. И вот. Ну, а этот элемент висящий в воздухе. Ну, потому что он так и получился. И вот мы видим, что Айна без проблем сделала пересечение с таким вот такой сложной формой. Тут, кстати, вот есть X-Ray режим отображения для того, чтобы удобнее было смотреть. Такие вещи. Вообще, вот можете пока посмотреть разный режим отображения. Они здесь достаточно полезные. Ну, вот есть какой-нибудь вот такой. который имитирует всякие 2D изображения. Ну, так. Да, еще, кстати, по поводу дисплея отображения, раз уже начал. Здесь вот по галкам. Здесь, в принципе, каждая галка описывает там отображать кривые, к примеру. Если у нас галка напротив кривых не стоит, то у нас в этом viewport не будет отображаться кривые. Отображать, к примеру, Edge на поверхностях. Дополнительные элементы построения тоже отображать. Из-за surface вот. То есть так может быть удобнее работать, но мне, честно, не очень так нравится. Можно включить тени. Тогда у нас будут объекты еще тени отбрасывать. Ну, и так далее. Здесь вот, если нажмете на такую настройки сеттинг, то перейдете в настройки. И здесь можно порыться, посмотреть настройкой каждого из viewport. Вот мы можем посмотреть. Вот это вот весь список вариантов отображения. И в каждом из них можно настроить там, где-то включить тени, где-то выключить и так далее. Так, булевский дальше. Ну и, соответственно, еще один вариант. Это находить то, что пересекается двумя объектами и оставлять только этот фрагмент. То есть сфера 1, сфера 2. Ну вот мы повторим содержание иконки. Выделим так, так. Нажмем Enter. А, нет, прошу прощения. Нажали, выделили Enter. Выделили Enter. Потому что мы можем выделять несколько объектов. То есть, к примеру, К примеру, к примеру, мы можем так сейчас, чтобы наглядно было. Две сферы пересекаются с двумя сферами. И мы вот так это делаем. Выделяем, выделяем. Нажали Enter. Выделили, выделили. Нажали Enter. И вот мы видим, что мы получили негативную часть от пересечения двух объектов. Ну и последний вариант. Это просто... Сейчас посмотрим. Так, Enter, Enter. Мы получаем просто все составные части объекта. Причем их здесь вот две, потому что таких кусков есть и для вот этой сферы, и для вот этой. В общем, булевские операции очень крутой инструмент. Всем рекомендую. И обычно с помощью них уже можно очень многие вещи сделать, смоделить быстро. Ну и поговорим про скругление и фасочки. То есть здесь другой принцип. Мы нажимаем на эту функцию и выделяем нужные нам грани, которые нам нужно сгладить. А вот сразу здесь пишется единичка. Это самый радиус. Мы, к примеру, поставим, пусть будет 5. Но опять-таки вот эта пятерка, это уже изменение радиуса. То есть сейчас она уже не будет действовать. Это предварительные настройки. То есть если мы сейчас отменим, escape нажмем и еще раз применим, то вот мы увидим, что сейчас уже у нас применяется значение радиуса 5. Мы здесь даже если приблизимся, мы увидим, что у нас показывается этот радиус. То есть это более наглядный вариант. Нажимаем Enter. Следующий этап у нас показывается вот такое скругление. Вот каждого из фрагментов. И нажимаем еще раз Enter и происходит скругление. В принципе результат похожий на поверхность, но в чем еще дополнительное удобство. Если мы, к примеру, ведем радиус. Вот так. 10. А потом вот в этот момент мы можем подъехать, нажать на точку и изменить радиус. Вот так. Нажать Enter. И вот у нас получилась вот такая сложная история, что у нас радиус еще отменяется. Ну вот еще раз показываю. Нажать Enter. Более того, мы можем еще вот нажав вот на эту функцию, добавить этих скруглений. Мы можем еще указать несколько дополнительных мест. Нажать Enter. И показать. Сделать прям совсем разные варианты. Сейчас может быть какой-то ошибки. Но все равно возможность очень крутая. И там еще добавим, например, Enter. Нажмем Enter. Ну, тут, конечно, слишком я его перемудрил. Но, в принципе, вот здесь все сработало нормально. В общем, удобная история. С фасками точно так же работает. Я думаю, смысла показывать их нет. Дальше у нас есть несколько историй с проецированием. К примеру, мы на примере вот этой формы поговорим в этом. К примеру, я хочу взять, нарисовать кривую и спроецировать ее на поверхность. Вот я возьму сейчас, нарисую какое-то такое вот пятно и подставлю его под нашу поверхность. На самом деле, положение не важно. Главное, чтобы по оси Z, вот эта синяя стрелочка, мы понимаем, что по оси Z у нас по уменьшанию проецирование будет. И вот функция Project Curve. Опять-таки, есть у нас два варианта. Но мы пользуемся вот этим, лево по левой кнопке. Нажали, у нас уже кривая выделена, поэтому мы сразу же переходим на этап выделения поверхности. Нажимаем поверхность и нажимаем Enter. И по уменьшению, это у нас по Z проецирует и вниз, и вверх. Это вот все-таки кривые. То есть, кривые можно как угодно проецировать. Можно даже, к примеру, вот так. Если я нарисую вот такую кривую. Вот какую прям совсем сложную. Она может быть там выше, ниже, это не важно. И еще раз сделаю то же самое. Вот я сейчас нажал проецировать кривую. У меня кривая не была выделена, поэтому он говорит нам о том, что выделите вначале кривую, а потом нажмите Enter, и выделите поверхность, и нажмите Enter. И вот мы получили... Причем вот интересно, что за счет того, что поверхность замкнутая, мы получаем такие замкнутые петли. И аккуратные кривые, если мы посмотрим на точки у них, они все хорошо, они простраиваются и так далее. Ну и с помощью этой функции мы можем это делать. Вот это вот вариант, когда у нас будет еще анализироваться нормаль, относительно которой проецируется. Ну, это нужно просто попробовать, посмотреть вот, что если мы криволинейно, он пока не показывает по нормалям. То есть будет проецироваться по нормалям, а не просто по оси Z. И поэтому, когда спроецируется вот такой логотип от Arayna, то он как бы исказится, уменьшится и провернется по форме. И из этого раздела важно посмотреть, часто используем вот эти две функции. Это вытащить кривые. Вот у нас, к примеру, мы построили поверхность когда-то. Ну вот, наша поверхность. И мы ударили кривые, здесь ничего нет, только поверхность. И как вот из уже существующей поверхности вытащить кривую? Вот мы нажимаем на линии и выделяем нужные места. Можем вот эту вытащить, к примеру, какую бы. Нажимаем Enter. И вот мы получили линии кривые. Причем они ровно такие же, как мы строили для построения. И вот эта функция, она сразу делает это для всех кривых, наша выделенная геометрия. Вот так. И сейчас, пока мы спроецировали, сейчас мы перейдем к следующим функциям. Как раз для того, чтобы показать, что после этого проецирования мы можем сделать. Вот этот раздел, это работа с Mesh геометрией, мы ее пропустим. Ну, здесь, во-первых, все совершенно просто и Mesh мало используется в Ryan, поэтому пока пропускаем. Дальше у нас вот есть, идут две важные функции. Join и Explode. Что это такое? Вот, например, у нас есть объект, он состоит из... Там маленький кусочек удалю. Вот он состоит из большого количества поверхностей. Поверхности это вот каждый этот лоскут. Но они у нас объединены. Если вот мы нажмем Explode, то мы разберем нашу поверхность, нашу геометрию на составляющийся объект. А если мы... Вот, разберем. А Join, это, соответственно, обратная история. То есть, если мы выделим вот две поверхности, к примеру, нажмем Join, то, ну, вот, видно, то поверхности объединятся и станут обратно вместе. Если мы выделим все и нажмем Join, то поверхности все объединятся. Ну, собственно, и все. И дальше вот эти вот две функции как раз нам сейчас пригодятся, да, вот, для вот этих проецированных линий. Что такое Trim? Вот мы нажимаем на нее, выделяем любой объект, нажимаем Enter и выделяем... Выделяем... Что мы можем выделить? А у нас здесь ничего нету. Ну, к примеру, так, сделаем отдельно лучше. Ну, вот, создали бокс, выделили объект, нажали, выделили второй объект. И вот мы видим, что произошло. У нас, вот, у объекта этого бокса, да, у него были вот места пересечений. И он построился, то есть он как бы подрезался одним объектом другим. Но это не в Boolean в чистом виде, это такое просто подрезание. Сейчас мы еще сделаем какой-то понагляднее, например. Сделаем наоборот, пример, процесс. Выделим... Так, в каком порядке? Выделим объект, нажмем Trim, выделим объект. А, да, все правильно, мы так и делали. Теперь выделим вот этот объект, нажмем Trim, выделим этот объект. И вот мы увидим, что мы подрезали нашу эту геометрию. И, соответственно, вот эта вот функция, это Split, то есть разрезание объекта. Выделили объект, нажали Enter, выделили кривую, нажали Enter. И вроде ничего не произошло, а на самом деле мы разрезали наш объект. Или, к примеру, выделили объект, нажали функцию. У нас уже выделен объект, поэтому сразу выделяем кривые, нажали Enter. И вот мы прорезали отверстие. И, к примеру, мы это отверстие можем взять и функцией выдавливания. Причем вот при выделении мы увидим, что у нас есть, мы можем выделить как грань поверхности, так и кривую. Но они лежат в одной и той же месте. Ну, сейчас неважно, лучше Surface выбирать. Нажимаем Enter и вот выдавливаем. И, кстати, вот и Solid мы сейчас не сможем сделать, потому что у нас поверхность кривая. Вот выделили, нажали Enter. Так. Вот эту кривую удалю, чтобы не мешало. И вот мы получили отдельные поверхности. Но они все еще отдельные. Мы можем выделить их, нажать Join. И они сошьются в один объект. И, к примеру, воспользовавшись функцией Patch, можем попробовать зашить верхушку. Оно так срабатывает, потому что это у поверхности есть направление. Сейчас я покажу разницу, как он мог работать. За счет того, что мы его применяем к выдавленному объекту. Мы сейчас взорвем, эту поверхность удалим вот так и применим пачку вот в такой форме. Здесь он закрывает ее вот так. То есть в чем разница? В том, что он понимает направление поверхности на краях. И здесь оно вот такое. Он, соответственно, пытается вот так сгладить. А здесь это направление, оно вот идет по поверхности. И он также пытается это перейти. Поэтому вот мы такие два кардинальных результата разных получаем. Что по поводу этих тримов еще можно сказать? Здесь дополнительно есть возможности делать трим-поинт, к примеру. То есть если мы выделяем кривую и нажимаем «Поинт», то мы можем создать точку на кривой, нажать «Enter». И мы получим, вот разрежем нашу кривую вот так. В принципе, мы с кривыми можем то же самое делать. Здесь вот есть в разделе поверхности, есть вот такая функция как раз для пересечения объектов. То есть мы можем выделить объект любой и построить плоскость. Это как раз часто используется для того, чтобы с помощью этой плоскости взять и разрезать наш объект. Вот так. То есть и то же самое мы можем сделать, в принципе, и с линиями. Он нам построит такой вот микрообъект, который мы можем взять и разрезать. То есть вот эта функция, она работает как для кривых, так и для поверхности. Но так просто не очень быстро, поэтому сделали вариант, когда можно трим и для поинта. И поинт просто поставить и таким образом отрезать кусочек. Вот. Что здесь? Я, наверное, не рассказал про фигуры вращения. Вот сейчас нужно, я думаю, стоит о них показать. Например, если мы нарисуем какой-нибудь такой вот профиль. И вот выделяем, выделяем кривую, нажимаем Enter. Потом нам нужно указать ось. Просто берем и рисуем зажатым шифтом или режимом орта, чтобы это было вдоль какой-то оси. И дальше у нас есть возможность выбрать начало построения. И потом даже можем выбрать какой-то фрагмент, сегмент. То есть не строить полностью закрыто. Если не хотим, нажимаем Enter. Или правую кнопку. И вот мы построили такую фигуру вращения. О, вот эти еще две функции есть. У нас построение по кривым. Но, сейчас тоже покажу быстренько. То есть нарисовали одну линию. Нарисовали. Привязку отключу. Вторую линию отредактирую. Сделай, чтобы она какая-то была вот такая. И вот мы построили по вот этому пути вот этот профиль. И здесь есть второй вариант этой кривой, когда можно два пути задать. Первый, второй, три. И вот у нас уже строится вот этот путь. И он, и это сечение, оно как бы изменяется в зависимости от расстояния до этих кривых в каждой из участков. Итак, и так, и так. Пошлись по этим. Вот это вот, это функция группирования. То есть мы можем просто взять несколько объектов, нажать группировать. И мы их можем редактировать, перемещать вместе. И, соответственно, разгруппировать. Все очень просто. Так, вот эти отображения точек мы уже посмотрели. Что нам еще важно? Нам, ну, это инструмент написания текста. Можно написать какой-нибудь текст, нажать ОК. И вот создастся в кривых текст. Ну, и там при создании у нас есть ряд настроек. К примеру, делать это кривыми или поверхностью сразу. Группировать ли буквы между собой или нет. Если убрать эту галку, то у нас будет, во-первых, этот текст у нас стал. Кстати, вот, чтобы приблизиться, вот я сейчас вращаюсь, мне хочется приблизиться к выделенному объекту. У нас вот есть такая функция. Вот. Zoom Selected. Нажимаем. И он нам выделяет и приближается к объекту. Это удобно. И это у нас тоже поверхность. И они не сгруппированы в отличие от этих. Ну, текст, в общем, понятный. Здесь вот есть трансформации. Базово нас интересует только, наверное, Mirror, отражение, Scale и перемещение. Но перемещение я уже показывал. То есть мы нажимаем объект, выделяем, показываем относительно точки, которые перемещаем. И двигаем куда-то. Есть возможность вот копирования, она вот здесь продублирована. То же самое мы выделяем, мы указываем точку, относительно которой мы это делаем. И мы можем просто накопировать какой-то кэрис объектов произвольно. Потом вращение. Она вот здесь продублирована. Все это работает так же. Ну, можно что-нибудь на чем-нибудь большом покажу. То есть мы выделяем, нажимаем Rotate. Причем там вот есть опять-таки, видите, два варианта. По левой кнопке это 2D и 3D Rotate. Ну, 2D сделаем. Выделить объект, нажали объект, нажали Enter. Указать точку, относительно которой вращаться. Указали и с направлением. И вот мы вращаем. А 3D Rotate это то же самое, только мы еще будем указывать. Мы можем вот так вот в трех плоскостях это делать. То есть как-то повернуть по-другому. Соответственно масштабирование, оно с текстом будет проще показать. Масштабирование, выделить точку, относительно которой нужно масштабировать. Вторую точку и вот можем увеличивать. И отражение, соответственно тоже выделяем объект, мираж. И нам нужно показать вот эту линию, построить относительно которой будет происходить отражение. Все очень просто. Здесь есть всякие хитрые, особенно вот в этой вкладке, способы манипуляции. Я думаю, наверное, можно показать для того, чтобы как-то заинтересовать, показать какой-то прям суперсложный механизм. К примеру, если мы построим вот такую штуку. Кстати, можно копировать объекты с зажатым альтом. Причем это можно делать не только при... Зажимаем альт и перемещаем. Можем не только пересчать, но и масштабировать. Для того, чтобы равномерное масштабирование, нужно shift зажать. Я вот так, зажав shift и alt, я могу накопировать наши эти кривые и нажать на этот зум, и мы приближаемся. Да, и вот я еще показал, нажав, если на центральное колесо мышки, у нас появляется вот такая вот панелька быстрого доступа. У вас будет тут гораздо меньше функций, но сюда можно их добавлять свои. И это вот я сюда выношу функции, которые часто пользуюсь. Да, я, кстати, сейчас давайте покажу сразу, как это делать, наверное. То есть вот у нас панелька. Для того, чтобы мы хотим что-то переместить в эту панельку, зажимаем shift, вернее, control. Наводим на любую из функций. К примеру, там мы хотим какое-нибудь масштабирование или вращение. Да, вот нажали копию и перемещаем, зажав левой кнопкой мышки и бросаем нашу панельку. И все. Но панель, естественно, это нужно зафиксировать. Если вы ее не зафиксируете, как только вы выделите другую панель, она исчезнет. И таким образом можете накидывать функции в какую-нибудь... Не обязательно вот в эту быструю панельку, можете как угодно сами скомбинировать. Единственное, будьте внимательны. Если зажать shift и сделать move и бросить это в пустом месте, то у нас произойдет удаление этой функции. То есть не самой функции, а удаление конкретной кнопки. Ну, я ее изначально скопировал, поэтому она у меня здесь и так уже есть. Но если вы это сделаете в основной панельке, вы эту функцию удалите. Конечно, ее можно всегда будет найти в панелях потом, но и в командной строке. Но все равно аккуратнее. Вот. Показываем вот эту вот прекрасную функцию. На самом деле, сейчас можно увидеть в превьюшке, что происходит. То есть мы выделяем некий объект, выделяем второй объект. И можем как бы создать... Кстати, не очень здесь какой-то понятный пример. Сейчас я покажу свой. Что я хочу сделать? Я хочу сделать такой эффект кратера. Сейчас мы посмотрим. Ну, вот такая вот функция. Такие три окружности и лофтом берем, соединяем. Нажимаем Enter. И вот такая вот штука получается. Это удалимо снова. Теперь вот нажимаю эту функцию. Кликаем по объекту. Нажимаем Enter. Сейчас я включу вид сверху. Ну, где-то посередине нажмем. У меня почему-то привязки не срабатывают нормально. Ну, не важно. По середине нажмем. Строим вот такую вот штуку. В которую это такая окружность, в которую вписывается наш объект. Нажимаем Enter. А, вот так, еще раз. Строим поверх окружность эту. И потом выделяем Select Surface любую. И на ней уже создаем окружность. Вот мы видим, что у нас уже каркасно показывается. Но у нас в другую сторону отображено. Нужно Flip нажать. И вот мы клик. Причем можем в разных размерах. Мы можем еще... Ну, как-то так. Enter. И вот у нас эти объекты. Причем они располагаются не просто на поверхности. Они еще искажаются под эту форму поверхности. Сейчас это отдельные элементы. Но, в принципе, мы можем выделить эту поверхность. И вот наши функции Split. Подрезается. Сейчас посмотрим, как сработает это. Да, кстати, вот здесь почему-то не сработало. Но, в принципе, в остальных местах... Вот. А, ну, нужно просто по одной попробовать. Split. Enter. Ну, кстати, вот странно почему-то не сработало. Но, в принципе, вот здесь получилось. Ну, в общем, это такая прикольная штука. Можно какие-то... Сделать какую-то базу, ее раскопировать, и она как-то адаптируется под поверхность. Окей. Так, уже многовато у нас времени прошло. Сейчас мы быстро пройдемся по тому, что осталось. Но по разделам просто. Вот это у нас раздел, это анализ поверхности. Для того, чтобы посмотреть... Здесь всякие инструменты анализа. К примеру, посмотреть, куда развернуты нормали. Нормали — это вот направление, куда смотрит наше лицо поверхности. Это важно во многих вещах. И можно... Более того, можно инвертировать эти нормали. Ну, здесь, к примеру, есть инструмент для того, чтобы анализировать разомкнутые грани. Мы выделяем объект, нажимаем Enter. И он нам фиолетом показывает разомкнутые грани. Ну, здесь это очевидный момент. Но когда вы строите сложную какую-нибудь поверхность, то у вас... Нет, нет, никакого примера хорошего. Ну, вот, к примеру, если вы... Вот у вас геометрия в двух вариантах. Одну мы сейчас копируем. Взорвем. И вот мы выделим их и нажмем эту функцию. И увидим, что вот этой поверхностью в порядке. А у этой вот все грани разомкнуты. Они подсвечены таким цветом. Причем, если нажать Zoom, то можно приблизиться к ним. И сейчас это очевидно. Но когда сложную поверхность строить, где-то там может у вас быть дырка. А вам принципиально, чтобы объект был замкнутый, закрытый, солид. То есть, то... Вот такой функции можно легко эту штуку отыскать. Ну, и здесь еще есть анализ поверхности. Тут их несколько. К примеру, взять и сделать нашу поверхность такой зеркальной. И посмотреть, как она... Насколько кривизна, аккуратный этот переход. Здесь видно, что у нас сейчас не очень все аккуратно. То есть, мы видим этот шов. Здесь есть пресеты вот этих вот HDR, которые отражения дают. Также здесь есть анализ кривизны поверхности. Сейчас нужно выделить все. Вот. И, видимо, тут какие-то перепады. Ну, в общем, это все нужно... Можно рассматривать. Вот это часто используется. Это такие линии, которые позволяют очень легко увидеть какой-то некрасивый изгиб поверхности. Окей. Так, так, так. Ну, здесь, возможно, есть возможности выравнивания. И блоки. Ну, это уже, на самом деле, такие вещи не супер важные. Поэтому достаточно того, что уже есть сейчас. Так. Соответственно, мы прошлись по основным инструментам. Посмотрели интерфейс. По вот этим кнопочкам мы особо не проходили, потому что здесь у нас просто, к примеру, ну, зум банальный, зум по рамочке. Ну, вот, зум селекта мы уже посмотрели. Это полезная функция. И, пожалуй, все, наверное. Да, еще полезная вот здесь вот есть функция. Лампочка — это скрывание, то есть скрытие хайда объекта. Лампочка — скрыть объект. Или, вот, опять-таки, правой кнопкой — это хайд объект, а левой, вернее, левой кнопкой — это скрыть объект, а правой кнопкой — это отменить все скрыть, то есть показать все объекты. Но единственное, что удобно, и обратите внимание, есть вот такая функция, она у меня даже вытащила, я ее вытащил себе в панельку, это скрыть все, кроме выделенного. То есть вот вы можете что-то выделить, нажать на эту функцию, и все остальное скроется, кроме того, что вы выделили. Это очень удобная штука. Так что рекомендую. По настройкам слоев, я думаю, здесь смысла никакого нету показывать, это понятно. То есть мы выделяем слой, в который мы хотим работать, и создаем там объект. Мы можем слой неактивный скрывать, если он активен, мы не можем его скрывать. Мы можем, к примеру, засунуть какие-то объекты, выделить объекты, нажать правой кнопкой на слое и нажать, чтобы применить вот Change Object Layer, то есть чтобы выделенные объекты поместились вот в этот выделенный слой. Ну и, собственно, вот так. У слоев банальные есть такие обычные настройки, каркас, материал, тип линии, это если вы будете там делать чертежи 2D и так далее. Базово все. Ну и еще напоследок стоит, нужно сказать, о общих настройках. Вот здесь у нас есть такая опция, кнопочка. Здесь у нас находятся все настройки Райна. Вот у нас по умолчанию. Здесь, ну, они на самом деле здесь все более-менее просто, потому что здесь у нас настройки документа и в общие настройки программы. Здесь можно посмотреть, наверное, настройки рендера, если вы собираетесь рендерить вот здесь, к примеру. Ну, рендер у Райна, особенно в пятом, он очень простенький, поэтому максимум для каких-то технических вещей. Поэтому на этом нет смысла особенно останавливаться. Ну и важное самое, чем обязательно нужно воспользоваться будет, это раздел Units. Это миллиметры, вот они здесь у нас дублируются. И вот есть Models и Layout. Layout это, собственно, чертежи, как в AutoCAD, если кто-то сталкивался. Ну, мы не будем об этом сейчас пока говорить. Но это просто для Layout это такой инструмент для оформления чертежей на листе. И Models, и вот у них у каждого есть возможность выставить свои единицы измерения. И вот здесь можем выбрать там миллиметры, сантиметры. Причем большое преимущество Райна в том, что если мы сейчас выберем метры, нажмем ОК, то он нам все это отмасштабирует, так, метры, ОК. И вот он нам спросит, скажет, что у вас все в миллиметрах, отмасштабировать или нет. Если нажмем Да, то у нас все объекты отмасштабируются в метрах. Это очень удобно, и я это часто использую, потому что, ну, это очень классная возможность, что он может на ходу перепрыгивать между единицами измерения. Это очень удобно. Ну, вот так. Ну, и, пожалуй, 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 все. Ну, еще, наверное, самое последнее, это в настройках View меню есть OpenGL раздел. И здесь можно настроить качество отображения вот этой поверхности. И, ну, и вообще можете посмотреть. Здесь у Райна там были, и до сих пор, наверное, в пятой версии еще есть проблема, что он неправильно понимает видеокарты и не всю память сможет ее использовать. Но это неважно, на самом деле, в принципе, все работает неплохо пока, поэтому не будем на этом останавливаться. Ну, окей, мы так быстро, но прошлись по всем основным моментам. Я показал основные стапы моделирования. Дальше просто включайте Help, смотрите дополнительные какие-то функции. Вот, попробуйте посмотреть какой-нибудь урок по моделингу какой-нибудь автомобиля. И там, в принципе, будут использоваться все вот эти функции, которые я вам показывал, ну, плюс еще некоторые из них. И тут больше важен такой сам подход к этому процессу, потому что нурбс-моделинг, он такой, к нему нужно немножечко привыкнуть, потому что это не просто как в Mesh, как в 3D Max, когда мы просто точечки менее таскаем и сглаживание применяем. Здесь чуть-чуть он такой более непростой на первый взгляд, но нужно просто вникнуть и потренироваться. Окей, все, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok